Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексеон Жакрозилайф и на волнах позитива и креатива мы сегодня посмотрим очередной экшен РПГ. Почему очередной? Да потому что в последнее время что-то очень много их стало выходить. Итак, Stories, The Path of Destinies. Вот такое слово заковыристое как Path. Я помню снимал прохождение игры Path of Exile и специально загуглил вообще как это слово правильно произносится. Я сам называл ее Patch, люди называют там и Path, и Path, и чего только не называют. Ну в общем правильно слово читается как Path. Ну что ж, ладно, закончим урок английского и приступим к прохождению игры. Новая игра. Да, заново. Давным-давно печально известный пират Рейнарда грабил парящие острова, потом мать призвала его к смертному одру. Поклянись, что не закончишь свои дни на виселице, прохрипела она. Он поклялся, очень нехотя, и проводил жизнь дома за музыкой, картами и вином. Но император изменился. Когда-то он был добрым. Он был скромной, почти робкой жабой. Он строил университеты. Но потом люди стали шептаться о массовых захоронениях в лесах, о полуночных ритуалах, о криках жертв. Имперские вороны окружали деревни, и все жители щасали навсегда. Вороны прибывали на убар в поисках древних книг, обладающих по слухам великой силы. Но библиотекари спрятали книги. Тогда они сожгли библиотекарей. Расъяренные жители прогнали их прочь. Они вернулись на десантных кораблях. Малыш сбежал с одной из таких книг. Он был смелым и глупым. Он хотел присоединиться к восстанию, а Рейнардо пообещал его матери защищать его. Малыш смотрел вниз, на полающий город. Прости, малыш, сказал Рейнардо. Если я отдам тебе книгу, они отстанут от тебя. Моя мама умерла за эту книгу и обещал защищать тебя. Проклятье! Малыш убежал с книгой, конечно. И Рейнардо побежал за ним. В общем, какой-то заяц, у него мама умерла, он хапнул какую-то книгу с волшебством. А лисенок побежал его защищать. Перемещаться. Правая кнопка мышки. О, прикольно сделано. Немножко такая мультяшная графика, но все равно сделано симпатично. Такой еще свистлячок за курсором следует. Это чтоб мышку не терять в бою. Ну что ж, хорошо. Погнали за зайчонком. Заяц, я иду. Обычно волк гоняется за зайцем, а у нас тут лиса гоняется за зайцем. Ну конечно, не чтобы убить ее, а чтобы наоборот, защитить и обезопасить. Какие-то странные вороны. Больше лисы. За императора! Это знаете фраза как в Вархаммере, там они тоже так же кричали. За императора! Правда, более брутально. За императора! Как-то так. Когда противник собрался атаковать для контратаки, используйте левую кнопку мышки. Ну, ёпта. Ассасин крит прям. Эй, ты хорош, хорош, успокойся. Отбить атаку. Хорошо. В общем, над противником загорается восклицательный знак, и надо тыкнуть у него левую кнопку мышки. Давайте осмотримся здесь. Ничего. Вот такой вот красивый бэкграунд. Скорее всего, мы там еще и внизу будем бегать. Но чуть позже. Ух, нихера себе, это корабль, что ли. Я справа подумал, дракон, зажать левую кнопку мышки, чтобы... В общем, я так понял, можно брать врагов и швырять их вниз. Забираем и швыряем. Бросить ворона. До свидос. Если честно, бесполезная херня, можно просто их убить. Заяц, сука, выходи сюда. Я вообще понять не могу, что с этим зайцем не так. Мы пытаемся его защитить, он от нас убегает. Его же могут отпустить. Не тот меч. Надо скрафтить другой, что ли? Хороший у нас меч, по-моему. Сундук открыть. О, спасибо. Субстанция ветра, рута. Мечи. Изготовление меча. Текущий уровень. До свидос. У вас достаточно ресурсов. Хорошо, хорошо. Изготовьте свой меч. Давайте посмотрим другие мечи. Меч пустоты. Зимний шип. Огненный шторм. Ну и обычный меч, который у нас. Я думаю, этот меч подойдет, да? Для того, чтобы ту дверь открыть. Сейчас мы это узнаем. Да в любом случае подойдет, потому что другого-то меча у нас нет. Это, где мы будем спешивать, и найти людей, которые об этом не любят. Во! Заработала шарага. И пробегая вперед. Тут уже зима какая-то. Хорош трепаться. Говорит и говорит, говорит и говорит. Безумно. Кабру, слишком далеко для прыжка. Раньше был здесь мост, разве не было? Там был Питер. Питер Паркер, который Человек-паук, что ли? Перепрыгнул. А, ну да, он же заяц. Человек-паук. Эй, смотри, behind you. Красиво, сказал Ренадо. Ну, вообще-то, леса, наверное, тоже может перепрыгнуть. Подумаешь. До свидос. О! Только появилась атака, и мы сразу... Хоба! Пух-пух-пух, пару вертух. До свидос. Ворон. Время пришло поговорить с мостом шоу, крюк, оба-ба-ба-ба-ба. Для изучения нового умения используйте алтарь. Хорошо. Давайте прокачаем прыжок, который хотят они... ...использовать. Умение. При каждом повышении уровня вы получаете одну очку умений. Хорошо. Далее. Далее. Хватит мне писать. Заработан один, следующее умение 950 XP. Откроется уровень умения. Угу. Бой. Время, комбо, рывок. Крюк. Используйте альт... Угу. Давайте попробуем. Хоба! Хорош. Я знаете, ребят, что заметил? То, что у нас хпшка не регенится. А если нас убьют, тогда что? Это еще что за око Саурона? Зайц, погоди. О, дурила. Но мы же его предупреждали, так что какие проблемы? Интересно, а его можно уничтожить? Давайте попробуем, сейчас он отвернется. Входи сюда. О, хорош. Мы, получается, крюкаем его оглушаем, и можно просто наброситься его и убить. Книга не сгорела. Ну хорошо, забирай. Зайц вообще в какую-то зеленую лужу превратился. Точнее, даже не в зеленую, а какую-то... Бело... Бело-зеленую. Или просто белую. Бело-зеленую. Мы его предупреждали. Может, мы должны открыть его и узнать. Все это было лет назад. Сколько? Встреча была визуально. И теперь три рейвен-скаут-шипа, которые его追ывали. Где ты идешь, рейвен? Книга рейвен-каптанца на Балхейл. Ребеллия была в времени. А это уже не сгибается. Блин. Решил не записывать эти долгие диалоги. Итак, у нас есть выбор. А нельзя завести старых друзей и создать неборез. Давайте я это попробую. Типа нелинейность? У-у-у. Сюжет можно выбирать. Хотя, может быть, все равно придется и верхнюю эту штучку проходить. Да хорош трещать, ну, ешки-матрешки. Сколько можно-то уже? Дай мне поиграть. Да-да-да, я с тобой абсолютно согласен. Сезон Императора, глава первая. Какие-то джунгли, что ли. О, сундук, хорош. Ну-ка. Ингредиенты. Опа, стопэ. Это в будущем, наверное, пригодится для крафта. Куда бежать пока что непонятно? Еще раз вилочка. Еще сундук, спасибо. Открыть. Неплохо мы так ингредиентов нашли. Десять, значит. Вот этой херни. И две этой. Ну, соответственно, чем круче меч, тем урон, наверное, больше. Может, у него еще какие-то способности откроются. Там у ледяного меча, допустим, заморозка, огненного поджигания. Алтарь пока что не нужен. О, ни хера себе тут глаз, да вы посмотрите, что творится. Ну, мы можем их вырубать, так что ничего страшного. Сюда не заруливает. Опа, пок-пок-пок пару вертук. Сейчас он спустится вниз. Сюда вроде не должен смотреть. Почти-почти задел меня своим взором. Я не хочу на самом деле на него нарываться, потому что он зайчонка только на раз отхерачил. Своим этим зрением обжигающим. Так, допустим, прячемся и ждем, когда подойдет поближе. Заюзаем крюк. А, вот ты какой хитрющий-то. И как мне лучше тут сделать не тот меч? А здесь мы, ребят, по-любому будем пробегать еще раз. Это у нас будет другой меч. Для того, чтобы этот проход открыть. Опа, оглушаем. Да свидос. Прячемся здесь. Сейчас так из-за угла. Ходжа! Во, нормуль. А можно было вообще по столсу пробежать. Не убивать их. И аккуратно проходим вперед. А в бочках еще и хп-шка есть. Давайте еще эти сломаем. А что такое? Алтарь, что ли? Использовать алтарь. А у нас навыков нет. Ну хорошо. То бишь, своим мечем мы можем открывать вот эти зеленые проходы. А вот для этого прохода нужен морозный меч. Воу-воу-воу. Ничего себе, как у вас много-то. Контратака. Контратака. До свидос. Надо постоянно высматривать восклицательный знак. Чтобы быстро реагировать. Ответочка. Ответочка. Во, неплохо мы их размотали. Уровень вверх. Это нам предлагают вернуться, наверное, да? А назад нельзя. Ну что ж, хорошо. Просто сзади был алтарь для прокачки. А, это тоже все ломается. Надо разгромить что-то. Но тут ничего интересного. Возможно, в этих бочках тоже есть какой-то дробь. А, здесь и здоровье. Хорош. Какие-то яблочки мы находим. Вот этот проход мы можем открыть. Но давайте справа сбегаем сюда. Тут что интересного? Ни хрена себе здесь проходов-то. Это что такое? Прочитать. Истинная история. А, ну это просто приколюшка, которая позволяет побольше узнать историю игры. Хорошо. Давайте еще вниз сходим. О, тут сундук. Еще какой-то светящийся. Спасибо. Собираем все. То есть, тут есть смысл полностью локацию обегать в поисках сундуков. Чтобы потом можно побыстрее скрафтить тот или иной меч. И пробегаем вперед. Ох, ни хера себе, опять куча глаз. Допустим. Держи подачу. Опа, опа, опа. Чуть не запалил-то, а? Чертяга. Еще один идет. Держи. Отходим, 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 отходим. Отходим. Ага. И там сейчас еще второй глаз пойдет. Нормуль. Этого я вообще уработал без оглушения, без крюка. Он просто на него сзади набросился. Еще куча глаз. А, кстати, если играть аккуратно, то можно пробежать и... Не убивай никого. Во. Нормуль. Почти без убийств. Держи, Светочку. А, кстати, когда нас атакуют, у нас эта комбо сбивается. Поэтому надо постоянно следить за тем, чтобы не попали. Еще дополнительный опыт, спасибо. Правда, плохо то, что алтарь не попадается. Че такое? Кручу, верчу, запутать хочу. А-а-а. Это, в общем, надо туда попасть. А, ну и все. Теперь можно пробежать. Давайте только сюда сходим. Тут по-любому какая-то секреточка. Нихрена себе, смотрите. Золотые ворота. Ну, нужен специальный меч, для того, чтобы туда попасть. А у нас самый обычный, обычный стальной, без каких-либо дополнительных бонусов. Использовать. Ну-ка, что тут можно вкусненького прокачать? Требуется рывок. Рывок пусть будет. Для рывка используйте контрол. Хорошо. А че такое? Безупречный удар. Атакуйте сразу же, после полученной атаки, чтобы наносить безупречный удар. Замедление времени. Наносит урон. Увеличение здоровья. А это что такое? Бегите быстрее. А я почему-то не могу это прокачать. А, у нас же ноль очков умений. Понято, понято. Но у нас до лавлапа немножко осталось. Так что, может, будут потом скорость прокачать. Сейчас, наверное, опять нам какой-нибудь выбор дадут. Нам предстоит сделать очередной выбор. Ну что, ребят, давайте на этом завершим первый взгляд. Вот такая вот простенькая, казалось бы, экшн-рпг. И простенькая она даже не потому, что какая-то графика мультяшная. Ведь если взять Torchlight, там тоже как бы мультяшная. Но она более серьезная, что ли, более интересная. Вот. Но я думаю, знаете, если есть, скажем так, лишнее время, которое нужно убить, то, в принципе, почему бы и нет? Можно в нее и поиграть. А на этом все. Ссылка с первыми взглядами на другие игры, как всегда, в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.